Улица Пролетарская. Жители 27-го дома объединились в территориальное общественное самоуправление еще в январе 2017-го. Давно мечтали благоустроить двор. Скамейки обветшали, качели износились. В этом году у жильцов появился шанс преобразить территорию, и они его не упустили. Приняли участие в конкурсе среди тосов и выиграли. Получили грант почти 2,5 миллиона рублей. Теньги потратят на установку детского игрового комплекса. Современные горки, качели, песочницу. Будет здесь и спортивная площадка с турниками, брусьями, швецкой стенкой, уличными тренажерами, баскетбольным кольцом и теннисными столами. Обустроят две беседки для отдыха, а всю территорию оградят 3D-забором. Поддержка правительства и бюджета города просто необходима территориальным самоуправлением. Благодаря таким конкурсам мы можем развивать свои территории. Для жителей города Севастополя хочется пожелать одно, чтобы они могли быстрее объединяться в территориально-общественном самоуправлении, регистрировали и участвовали в развитии города. А вот активисты тоса «Голубая бухта» планируют обустроить спортивный комплекс – практически стадион с полем для мини-футбола, баскетбола и волейбола. Пока жители благоустраивают территорию своими силами. Уже установили качели, песочницу, игровые элементы. Но с поддержкой правительства открывается больше возможностей, отмечает председатель тос «Голубая бухта» Елена Душкевич. Реализация будет поэтапная в зависимости от поступления средств. Возможно, у нас будет участие, мы сможем принять участие на следующий год и тогда мы сможем еще более в полном объеме реализовать все, что мы спроектировали. Территориальное общественное самоуправление «Голубая бухта» зарегистрировано в 2016 году. Оно объединило около 200 домов кооператива «Сатурн». Жильцы частного сектора создали тос, чтобы легче было решать вопросы по благоустройству. А сейчас, благодаря конкурсу от правительства Севастополя, могут получить еще и средства на реализацию своих идей. В оформлении всех документов для регистрации тосов помогают муниципалитеты. Можно тос организовать в подъезде, можно в доме, можно нескольких домов, можно территории. Самое главное для этого нужна инициатива наших граждан. Есть возможность просто как тос общественное самоуправление, можно зарегистрировать юридический орган. Если проходит регистрация юридического органа, то у тоса немножко больше полномочий. Им уже не нужны посредники, они могут уже как юридический орган сами принимать участие в получении грантов и, конечно, уже более обширно реализовывать свои проекты. В Севастополе больше трех десятков территориальных общественных самоуправлений. В Гагаринском районе их 10, еще два в стадии регистрации. У вновь зарегистрированных тосов появится возможность получить средства на благоустройство своей территории в следующем году. Конкурс планируют провести и в 2019-м.